На телефон наши изворотные сувези извернулись жахары вёски под Брестом. Скардятся на, по их словах, забрудженную воду со смаком болота и мазута. Не покоятся из-за беспеки на вёсковых дорогах, тротуаров и обочин нема, пешеходы ходят по проездной часы. Виктория Патоня выехала на место, как разобраться о ситуации. И ржавая, со смаком нафтопродукта у такой водой, кажется, семьи Паулович, корыстаться неприемно, али вымушены приготовать ежу, помыть бялизну або принять ванну, становится саправдной проблемой. Идёт песок, забиваются фильтры от машинки, и идёт просто чистый песок на этих фильтрах в машине. И иногда бывает такое, что просто хлопья песка сюда сыпятся. У нас же стоят и котлы, и всё это забивается, котлы чистить, чтобы их промыть, тоже дорого стоит. Вода тропля из мясцовой артезианской сведровины. Водопровод у ковердяках прокладены ещё и в советские часы, али станции обезжалезвания отсутничая. Воду, пригодную для питья, люди частково берут с колодежи. У вёсцы их можно литерально перелечить на пальцах, али весной сюды тропляют сталые воды, и она на урате, отповедая нормам. Люди не раз вертались аурозные инстанции. У санэпидемслужбе рекомендовались пожевать бутыль ованную воду. Экспертиза показала перевышение железа у 28 разов. Суседние вёски подключены до городской водопроводной сетки, откуда идёт чистая вода. Гэтых людей от Мары отделяет у сего некольки кроков. Остаётся подключить буквально 15 метров с колодца водоканала в колодец деревни Ковердяки центральный. Этих 15 метров мы много лет не можем преодолеть. Ещё одна острая проблема – небеспечные дороги. Увёзцы отсутничают тротуары на узких улицах. Пешеходы вымушены ходить по проездной частке. Утымликутам, где оживленный транспортный поток. Этот участок дороги, он узкий, обочин фактически никаких нет. Хотя бы отсыпать обочины, чтобы люди двигались в амбулаторию, в церковь прихожане, а шли по отсыпанным дорожкам на непопроезжей части дороги. Пытания беспечных дорог мясцовые улады взяли под контроль. Ситуацию проанализуют. Про проблему брудной воды ведают и обицают, всё ли это пустят чистую. В мае собственными силами Брестского ЖКХ будут выполнены работы по прокладке небольшого участка водопровода. Предварительно будет выполнена промывка существующих сетей. Затрат населения на переключение, на подключение к городскому водопроводу не предполагается никаких. ЖКРВЁСКИ кажут, поверять только с правил. Чим я не твёрдо упевнен, это в том, что чистая вода – наикаштоунейший природный ресурс, жить без якого немахчима. Виктория Патоня, Леонид Губерман, Брестский район.